всем здравствуйте всем отличной пятницы сегодня мы посмотрим с вами расклад на тему чему сказать нет чтобы от твои ответить до важному да то есть умение говорить нет тому что не нужно для того чтобы приходила освободи освобождалось пространство и приходила нужное опять эти вопросы дуальности нужно не нужно правильно неправильно ну ладно давайте посмотрим что нам скажут карты сегодня хочу сделать такой коротенький расклад вот и посмотреть чему нужно сказать нет чтобы важное пришло так нет убираем позиция номер один голубенький камешек не видно вот сюда до единички что чему нужно сказать нет чему нужно сказать нет так это что такое это что за радости жизни на ой здесь так интересно здесь как будто бы нужно сказать нет каким-то волнением переживаниям с одной стороны с другой стороны здесь нужно сказать нет какому-то вот я не знаю праздному образу жизни но здесь вопрос не в этом а здесь вопрос именно в эмоциональности тоже да то есть не нужно не нужно быть настолько эмоциональные вот почему-то для вас именно сейчас очень актуально не выплескивать свою энергию на эмоции на какие-то праздники на какое-то веселье вот интересный момент а почему почему потому что после такой вот вспышки эмоциональной это вгоняет вас наоборот идут откаты вгоняет вас в апатию то есть смотрите здесь да тройка кубков и вот здесь эти три кубка разлиты и вот и четвертый который предлагается человек его не видит потому что вот как это знаете после похмелья то есть разлили на троих и на следующий день головная боль и я уже не хочу и ничего видите и пожалел о том что что вообще произошло причем так интересный момент на тройка плюс 11 кубок равно 4 карта так выпали очень интересно то есть нужно сказать нет каким-то своим эмоциям чтобы не было потом огорчение апатии вот каким эмоциям нужно сказать нет каким эмоциям да вот здесь как раз ки золотая середина и выпала аркан умеренности я бы сказал так нужно сказать нет чрезмерной какой-то своей работе что ли может быть очень много вкладываетесь эмоционально да то дело которым вы занимаетесь и потом чувствуете усталость да то есть возможно здесь нужно научиться отдыхать нужно научиться быть в балансе то есть какой-то вот трудоголизм прослеживается да это в принципе работа она вам нравится на вас наполняет но вот в данном контексте как будто бы здесь необходимо отдохнуть от этого еще чему нужно здесь сказать нет но с другой стороны видите опять таки не надо закрываться вот вот это вот качели да то есть по сути эмоциональным качелем нужно сказать нет потому что с одной стороны я вроде бы праздную да себе веселюсь я наполнена а потом гопатка да и я ухожу в затворничество какое-то до закрываюсь здесь нужно найти именно баланс вот этот вот золотую середину это касается как-то профессии то есть возможно много как-то энергии отдаете этому делу да потом для того чтобы восстановиться вы уходите в отшельника то есть вам нужно побыть собой здесь еще такие моменты что нужно как-то вот правильно выстроить баланс взаимодействия с людьми особенно если у вас вспомогательная профессии вы работаете с людьми то здесь бывает так что очень много отдаете ну либо у вас там консультации либо какие-то продажи так или иначе вы взаимодействуете с людьми но наполнение от этих людей да она как будто бы недостаточно и вот чтобы вам восполнить свой внутренний баланс вам нужно отстраниться погрузиться внутрь себя да и вот то есть вы каким-то другим образом наполняетесь и вот чтобы не было сложность именно в этом наполнении почему потому что с одной стороны отшельник в контексте наполнения это хорошо да и плюс здесь том что вот когда вы наполняете наедине с собой да вы что-то там анализируете понимаете у вас рождаются новые инсайты новые идеи вы потом их дальше ну вот снова выходите да и своей интроверсии и отдаете вот эти идеи миру но здесь получается минус в чем плюс это в этом а минус том что вот вы на своей энергии это все аккумулируете то что вы отдаете вы отдаете на своей энергии либо вам нужно научиться подключаться к источнику до чтобы просто пропускать эту энергию через себя вот и тогда у вас будет присутствовать легкость по жизни вы сможете достигать все что вы хотите но не не используя себя до чтобы вот не было вот это истощение в том числе и своего как-то организма то здесь вопрос старости тоже может вставать в контексте того что как-то вот я я себя не знаю себя и живая что ли я вот прямом смысле отдаю как-то вот с душой отдаю частичку себя и вот я отдаю 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 и потом ну вот у меня ничего не остается если может быть прямом смысле а может быть переносном здесь вот вам нужно это пересмотреть и вот балансом как раз кидается для того чтобы вы осознали это да что есть другой путь более эффективный что ли когда вы находитесь золотой середине то есть вы по сути являетесь сосудом да и проводником и энергия просто проходит через вас от источника вы не не работаете на своей энергии и тогда вы не устаете то есть здесь нету усталости и есть удовольствие то есть от работы почему потому что работа вам нравится то дело которым вы занимаетесь только чему вы прикладываете усилия вам это нравится но наполнение от этого вот в таких объемах в которых вы затрать затрачиваете энергию данная на это дело нету она есть отдача но она небольшая она идет по тройке кубков поэтому вам нужно научиться по-другому использовать свой энергетический ресурс чтобы был баланс да чтобы у вас потом и не было вот каких-то претензий я не знаю к миру да и для того чтобы вот вы пропускали вот эту энергию через себя в балансе у вас было благодарности чем больше благодарности а тем больше у вас будет укрепляться канал с источником то есть вот здесь это такая подсказка идет еще чему нужно сказать нет чтобы важному именно сказать да еще чему нужно сказать нет ну вот опять так видите десятка кубков расплескивания своей своих эмоций до чрезмерной какой-то радости то здесь проблема не в радости а здесь проблема в том что в радости вы выражаете очень ярко свои эмоции и эмоции это по сути энергии когда вы ее выплескиваете вот просто так понимаете не направляя на что-то вам потом не хватает сил вот той энергии которую мы говорим на чтобы направить эти силы на достижение того чего вы хотите потому что вот вы как-то не знаю шли в гости к бабушке да мама напекла пирожков вот вы идете по дороге на один ребенок вы поделились пирожком 2 ребенок поделились пирожком тому живность какую-то увидели поделились пирожком оставили духом леса как разная шапочка да эти пирожки а потом когда пришли к бабушке от корзинки в которой было 10 из пирожков остался один ну и кому хорошо вы сделали да бабушка вдруг захочет еще и второй и третий а угостить то нечем почему потому что на этом пути раздали все эти пирожки и сказать что ну ладно с духами леса это понятно да что как-то дети вас поблагодарили многие они сказали спасибо да вот но потом пошли домой и поели и забыли про вас а бабушка лишилась этого пирожка понимаете цели к цели этого и не пришли поэтому здесь вот с эмоциональностью с этой надо поработать и восприять восприятие успеха вот что есть для вас успех вот здесь тоже это нужно пересмотреть еще чему нужно сказать нет ну я не виновата все кубки вышли представляете не что отшельника и восьмерки педакли да все остальные кубковые еще что нужно сказать может быть какому-то человеку здесь нужно сказать нет эмоциональному либо своему прошлому сейчас будем смотреть чему это тут нужно сказать нет нужно сказать нет я бы сказала больше прошлому до в котором как раз вот не было вот этого баланса по шестерке пентаклей правильного верного взаимообмена то есть сейчас возможно у вас появится это понимание либо эти знания и вы будете их практиковать у вас будет навык но в прошлом этого не не было поэтому здесь подсказка о том что не надо поступать так как вы поступали раньше то есть не надо отдавать всего себя то есть все должно быть правильным верно как это в верные дозировки то есть это для того чтобы приготовить вкусный там не знаю пирог либо торт есть определенные ингредиенты от того что вы где-то там больше муки добавить до либо большие яиц отдадите не получится тот пирог либо тот торт который вы хотите то есть все должно быть именно в тех величинах которых прописано потому что так правильно для того чтобы что-то случилось так как нужно вот здесь такой такой ответ был аж чему важному нужно сказать здесь да вот по одной карте просто посмотрю чему важному здесь нужно сказать до смерти переменам здесь нужно впустить что-то новое свою жизнь то есть вот что новое идет не без конкретики это хорошая либо плохое вот здесь этому новому нужно сказать да в своем как-то сознание то есть сказать да перерождению тому что происходит отпусканию прошлого здесь когда мы говорим отпускание прошлого здесь не само то прошлое негативное а именно ваше проявление в этом прошлом она не дает вам того результата который для вас был бы более эффективным и более полезным поэтому здесь нужно отказаться от своего проявления в прошлом вот так как вы действовали так как вы поступали здесь нужно будет поступать абсолютно по-новому вот вот эту новую энергию да здесь необходимо принять но это какой-то вот естественный процесс да это вот эта трансформация она она как-то сказать то а идет на угасание вот ваше непонимание вот это вот эмоциональной своей природы до эмоциональных качель она на данном этапе идет на угасание и естественным образом переродиться во что-то другое вот вам здесь не нужно препятствовать этому перерождению не нужно держаться цепляться за что-то в вашем прошлом в том числе и за какого-то человека не цепляться это не значит что списать его счетов а изменить отношение к этому человеку исходя из ваших новых знаний то есть это может быть ну я не знаю какой-нибудь ваша подруга к примеру да это не говорит о том что с ней нужно прекратить общаться потому что она допустим ну брала у вас больше чем вам возвращала опять же таки почему она брала потому что выдавали если вы едва а ей бы нечего было брать поэтому измените свою позицию давайте ровно столько сколько нужно как вы это поймете по своим ощущениям то есть по своей наблюдательности если вы при взаимодействии с другими людьми из другой ситуации чувствуете что вы наполняете что вам хорошо просто здесь не обязательно что вы прям радовать а вот вы поговорили и вам как-то не знаю на душе легко хорошо приятно да то есть такие теплые ощущения показатель того что вы правильно пообщались если вот вы с кем-то пообщались есть такое ощущение что я не знаю я пустошина я хочу спать я устала то есть вы отдали больше опять же таки те же самые вампиры они не просто так появляются мы их зовем почему потому что мы им условно говоря на тонком плане говорим и товарищ у меня много энергии я не знаю куда ее деть я не могу это реализовать этот потенциал поэтому мне надо знаете как пиявки до лечебных в лечебных целях не ставит людям чтобы они кровь пили до чтобы давление упало почему давление поднимается потому что у человека много энергии много потенциала он не вот этого много огня да и он не знает куда это направить и надо это слить поэтому всегда во всей ситуации как говорится виноваты оба у каждого своя степень ответственности вот здесь про это потому что очень часто говоря до вампира вампир эти вампиры также как и любая сущность она не 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 появляется просто так она появляется на ваш зов то есть что-то в ваших вибрациях ваших энергиях и и призвало что-то протянуло меняйте на свою чистоту то есть человек который добрый по своей сути да то есть светлый ну смысл его протянуть что-то такое темное разве что только ради какого-то урок или либо ради какой-то проверки но если ты действительно светлый любую проверку ты пройдешь вот здесь об этом так эмоции хорошо но не на вашем уровне на котором вы находитесь сейчас вы их уже переросли так позиция номер два позиция номер два сейчас секундочку водички попью двоечки чему вам нужно сказать нет так каким-то метанием да что здесь заметание что заметание что вы как-то колеблитесь на ощущение какого-то колебля колебания невозможность для себя понять вот что-то увидеть конкретно вы не можете и вы как знаете флюгер куда ветер подует туда вы направляетесь и вот этому вот как-то своей какой-то неустойчивости своей неопределенности нужно сказать нет потому что аркан справедливости он говорит что в мире в колоде этого алистера кроуле в аркане справедливости до выравнивания там изображено изображена богини мат и именно перо если я не ошибаюсь если я не путаю колоду страусиное перо поскольку у страуса они такие длинные переда то есть здесь смысл заключается в том что любое дуновение ветерка она отслеживается то есть ничего не проходит бесследно то есть если перышко начало колебаться на ветерке который создан был в пространстве как следствие чего-то да то это будет заметно это будет отслеживаться и вот здесь вот любое дуновение ветерка она не проходит бесследно и поэтому вам здесь нужно отказаться от вот этого колебания и четко понять что в мире есть определенные причины следственные связи до по законам то есть не надо с одной стороны переживать что там получится не получится вот если вы посеяли правильное зерно допустим если вы посадили гранатовое дерево из него не вырастет яблони смысл переживать что вырастет ну бессмысленно правильно ведь да то есть вы должны быть здесь настолько уверены и взращивать себе скорее всего уверенность убрать из своей жизни суету и убрать из своей жизни какую-то неуверенность и какие-то метания то есть научиться для себя определять то что вы хотите то что вам важно и в дальнейшем научиться быть стабильным в этом направлении то есть не не колебаться да то есть идти не идти там не не знаю пригласили куда-то пойду не пойду одеть вот этот наряд либо одеть вот этот наряд нет потом я вот этот а зачем а потом конечном итоге зачем я вообще пошла надо было себе дома ну то есть вот эти вот метания они только как-то истощают ваше душевное состояние они не приводит ни к чему хорошему лучше вы сделаете что-то и ошибетесь чем вот бесконечная вот это вот какой-то не знаю какая-то суета фигура тут фигура тут там ну вы и опыт как такового не получаете да и сказать что вы ошибаетесь нет здесь вы упускаете как вкус какой-то жизни что ли смысл какой-то вот что вы тут упускаете какую-то свою стабильность да вы упускаете как-то свою природу вы ее не можете раскрыть да почему потому что вроде бы начинаете что-то делать в сторону понимания в сторону раскрытия себя до в сторону какой-то стабильности и тут же вы как-то сожалеете об этом да и идете противоположном направлении то есть это как будто вы знаете хотите написать кому-то сообщение вот вы пишете а потом стираете и по факту что вы сделали да паркану справедливости что вы получили абсолютно ничего то есть вы написали это было ваш порыв это было со ваше самовыражение и человек которому вы написали он не получил это сообщение почему потому что вы ему удалили значит по факту вы не получили обратную связь какая бы она ни была позитивная или негативная то есть вы и опыт не получили и в то же время энергию потратили потому что вы писали да вы как-то вкладывали какие-то свои смыслы до что-то вы ожидали и вот вот так в принципе вы и живете и здесь нужно немножко успокоиться и под расслабиться не надо заморачиваться по поводу того что что-то является ошибочным или нет то есть вы вы лишаете себя проживания вот в этом мире то есть вы постоянно как-то все передумываете вы в чем-то не то чтобы разочаровываетесь вот какой-то такой маятник туда-сюда который не дает вам возможности как-то двигается шаг вперед два назад шаг вперед два назад ну то есть вы никуда по сути не не продвигать уже решите либо вы идете вперед либо вы идете назад пойдете вперед разочаруетесь потом только сможете вернуться назад но у вас есть вот это сожаление если я пойду вперед то я потрачу время а лучше надо было остаться здесь и вы остаетесь и время теряете опять-таки и разочаровываетесь то есть вот здесь какая-то такая суета ненужная создается ненужная суета то есть все должно быть по справедливости вы должны в себе взращивать вот какую-то такую не знаю стойкость что ли уверенность и движение потому что здесь здесь просто идет колебание но движение нету вот те последствия которые вы создаете а они ни к чему не приводят они не дают вам какой-то результат они не дают вам тех последствий которые вы могли бы своей голове обработать и сделать определенные выводы выводы и двигаться дальше понимаете здесь вот это как будто мне приходит не приходит да еще чему нужно сказать нет какой-то своей детскости какой-то своей инфантильности а почему во что плохого на вот в этом солнце а то что вот как раз таки вы не проходите вот этот момент выбора из-за того что есть вот эта детская позиция да я не знаю а детская позиция она связана с тем что вы не умеете нести ответственность за последствия то есть вы как будто бы последствий боитесь и поэтому вы не принимаете окончательное решение а почему вы боитесь последствия потому что вам кажется что вы не справитесь с тем с тем выбором который вы для себя сделаете например вам нужно пойти на собеседование и вы не уверены и вы не делаете выбор что пойти или не пойти лучше я не пойду а если я не пойду я потеряю работу а вот если я пойду а вдруг мне зададут какой-то вопрос да и я не смогу на него ответить и от этого будет зависеть возьмут меня на работу или нет то есть вот если бы мы пошли и даже если бы вы ошиблись на и сказали что-то что повлияло бы на дальнейшее решение вы же не знаете это к лучшему или худшему то есть вы как будто бы заранее с одной стороны хотите быть уверенными да хотите получать какие-то гарантии а с другой стороны в эти гарантии сами себе не создаете и здесь вот это вот инфантильность 1 по солнышку да вот это вот детскость она вам мешает в выборе что выбрать а для того чтобы выбрать вам необходимо холодная логика рассудительность а у детскости нету нету вот этой вот разумности нету вот этой зрелости и лишая себя психически зрелых каких-то выдержанных решений вы во многом ограничиваете свой жизненный путь вот здесь вам вот этому нужно сказать нет это очень важно если еще что даже чему вам нужно сказать нет каким-то вашим желанием да причем это желание как-то как-то не влияет на ваше перерождение не совсем понимаю здесь нужно сказать нет какому-то своему бесконечному движению вперед который не приводит вас к результату который не дает вам вот именно гармонию то есть здесь какой-то подвижный такой я не знаю как ум который все время вас ну вот вы как-то как знак близнецов что ли включаетесь да я хочу это желание а потом не доводите его до конца по аркану суду вы не доводится до конца и вы перепрыгивается на что-то другое потом оставляете это и прыгайте на что-то третье то здесь по факту получается что вы никак не можете переродиться потому что ну вот вы не проходите как-то весь этот путь от начала зарождения развития достижения пика и упадка то есть в этот цикл как-то не не проходите из-за того что вы его не проходите вы не можете прийти вот какому-то своему внутреннему балансу да то есть вот ваша душа она как-то не успокаивается вы начинаете бросается начинаете и бросайте здесь вопрос не в том что вы в делах не доводите что-то до конца а здесь именно вот какой-то такой модели которая не дает вам удовлетворения вот знаете какого то наслаждения здесь вопрос не только в том чтобы приготовить еду да и поесть но и получить удовольствие либо эстетическое удовольствие от того как украшено это блюдо вот вы как будто бы приготовили и все вы его не попробовали, вы не насладились им. То есть вот нету вот этого в вашей жизни. И от этого нету как-то вот созревания вашей души. Она как-то не знаю, она как-то доходит до какого-то этапа, не знаю, до подросткового возраста, а дальше нет. Она как-то застревает. А в жизни каждый этап, он важен. В жизни каждый уровень, он дает что-то свое. И вот вы как-то доходите вот до этой радости, до свободы, до самовыражения, может быть, какого-то детского максимализма, буртарства. А дальше вы не идете. И вот ваша душа, она как будто бы как-то не созревает, не проходит тот урок, который ей нужен, тот этап. Вот как-то не доходите до этого. Я не могу вам объяснить, но здесь вот какое-то такое, знаете, застревание. Это вот как будто бы роды шли нормально, а головка ребенка застревает. Застряла, и все, и она не выйдет, и обратно не пойдет. И вот какое-то вот такое, знаете, вот в чем-то вы тут застреваете, и не можете двигаться дальше. Есть ли еще чему-то, что нужно сказать? Нет. Ну, ясное дело, тройки мечей, да, к какому-то болезненному моменту. Ну, это тоже вот про детскость, да, какая-то драматизация ситуации, которые вы периодически приходите. Но это вот, скорее всего, просто в силу незрелости. То есть вы как-то застреваете, может быть, на сопереживании другим людям, на боли других людей, да, на какой-то вот эмпатичности. Вот у вас это тоже есть. То есть вы как-то включаетесь в другого человека, проживаете вместе с ним, и вот застреваете. То есть вы как-то не можете вернуться к себе. И по факту получается, что вы здесь, суть в том, что вы не проживаете свою жизнь, понимаете. Вы можете проживать другую. Для вас могут быть важные и значимые другие люди, там, я не знаю, животные. То есть все стоит на первом месте, кроме вас самих. И вы от этого ну вот как-то застреваете на этапе детства и на этапе каких-то игрушек, понимаете. И вот вы как-то не получаете у вас преодолеть самого себя, потому что вот эта позиция детская, она мешает. То есть вот эта тройка мечей, это вот капризность вот этого маленького ребенка, да, который капризничает. Я хочу это. И сложно объяснить ребенку, что пока нету возможности, да, либо пока не время, либо надо, когда ребенок начинает плакать и говорит, я не хочу спать, да, но режим есть режим. В 9 часов ребенок должен спать для того, чтобы он отдохнул. То есть взрослый человек это понимает, ребенок это не поймет. И поэтому он застревает, он плачет, он переживает, для него это важно, значимо. Я не хочу спать, меня никто не любит, поэтому мне не дают свободы, да. И вот это вот все происходит. И он, по сути, он остается на этом этапе. Он не взрослеет, он не приходит к пониманию того, что, да, в жизни мы не можем получать только то, что мы хотим, да. Есть какие-то правила, которым нужно соответствовать. Либо там вопросы времени, да, и так далее. То есть есть какие-то нюансы для того, чтобы мы в своей жизни что-то получали. И вот эта вот драматизация, да, она присутствует. Но это вот детскость, от этого тоже нужно отказываться. И вот опять-таки двойка жезлов, да, вопрос выбора. То есть здесь, понимаете, здесь у человека открываются горизонты, и он-то эти горизонты видит, но он в эти горизонты пойти не может, потому что он не может определиться. Вот он выбор. Он не может понять, что для него важно. А почему он не может понять? Потому что он внутри себя не созрел. Потому что ему кажется, что мама, папа решат за меня, да. Либо там судьба, фатум решит за меня. А я только потом буду делать. То есть вот здесь это не дает вам, от этого нужно отказаться. Это не дает вам возможности жить полноценно. То есть вкусить все возможности, которые вам даются. Увидеть из всей перспективы вашей жизни, прямо вот увидеть эти горизонты и выбрать то, что будет ваше. То есть вы, скорее всего, тот человек, который будет сидеть, смотреть и говорить, да, я мог бы воспользоваться этим, но я не воспользовался. Почему? Потому что не хватило решительности, потому что не смог выбрать, потому что побоялся последствий своего собственного выбора. То есть здесь такое ощущение, что вот если я выберу что-то одно, то я автоматически себя лишаю чего-то другого. А я не хочу этого лишать. То есть с одной стороны я хочу идти развиваться, но при этом я не хочу, допустим, утратить свою стабильность. А так не получается. Либо ты движешься, либо ты стоишь. То есть ты не можешь стоять и двигаться, но либо ты можешь стоять и двигаться только в своей голове. Но в любом случае там тоже есть движение, если это не физическое. А у вас получается так, что я хочу вот как будто бы на двух стульях усидеть, а так не получится. И вот в этом ваша, по сути, загвоздка. А чему нужно сказать «да»? Чему нужно сказать «да»? Магу. То есть умением управлять. То есть вам нужно прийти к этому состоянию мага, волшебника, который знает, как понимает, и он получает то, что он хочет. Через что? Через планирование. То есть вот пока ребенок, у ребенка никогда ничего не планирует. Он такой спонтанный, он непредсказуемый. А вам нужно сказать «да». Наоборот, какой-то конкретике, какому-то пониманию, именно планированию, именно анализу, то есть направлению. Не должно быть ничего хаотично. Все должно быть подконтрольно. Все должно быть под вашим влиянием. Нужно сказать «да» дальнейшему движению. То есть рискнуть. Рискнуть нужно сказать «да», какому-то авантюризму, интересу, огненности, чтобы двигаться вперед. Не бояться борьбы. Не бояться вот какого-то соперничества, соревнования с самим собой. То есть активности, движению. Здесь все говорится про движение. Движение, которое нужно доводить до конца, для того, чтобы видеть результаты. То есть не просто перепрыгивать. Я начала это делать, но я не довел до конца. И перепрыгнула на что-то другое. И потом не удовлетворен тем, что время много потратила, а результат я не получила. Почему результат не получил? Потому что перепрыгивать, потому что нет последовательности, нет планирования, нет долгосрочности, вот нет упоступательности. Вот этому нужно здесь сказать да. Так, это вторая позиция была. И мы переходим к позиции номер три. Троечки чему нужно сказать здесь нет? Королеве кубков. Да, какой-то мягкости. Дьявола, да? Нужно сказать нет разрушительным эмоциям. Что это за разрушительные эмоции, которые заставляют вас двигаться куда-то? Причем двигаться не последовательно, а здесь как-то, знаете, вот импульсивно, вспышками. То есть вот какой-то вашей импульсивности нужно сказать нет. Почему? Потому что она как будто бы неконтролируемая, эта энергия. То есть вы, знаете, как это, состоянию аффекта. Вот здесь вот состоянию аффекта надо сказать нет. Потому что вы как-то вот, не знаю, вот эти вспышки ваши эмоциональные, они разрушающие. Почему они разрушающие? Они разрушающие для вашего движения. То ли вы быстро перегораете, то ли вы каким-то образом сами себе перекрываете дальнейшее движение. То есть не хватает потом ресурсов. Ну, в принципе, это связано с перегоранием. То есть вы как-то вот перегораете, и в дальнейшем нету топлива, чтобы двигаться дальше к своим каким-то целям. Что еще здесь под дьяволом? Ну, страхи, да, тоже в том числе. Страхи, накручивания, беспокойства какие-то, фобии. Вот этому всему нужно сказать нет. Может быть, каким-то колким словам, но это вот здесь как будто вот эта вот колкость, правдивость ваших слов, но она разрушающая. Она как будто бы эта энергия, понимаете, вы говорите правду, но вы говорите либо очень резко, либо, не знаю, как-то так, что это больно для другого человека. А потом вы страдаете по поводу того, зачем я обидел человека, ну вот он того не стоит, просто я не смог сдержаться. Либо человек попал под горячую руку. Вот зачем он попал под горячую руку? Неужели он не мог промолчать? То есть вы как будто бы не видите своей ответственности в этом случае. То есть то, что вам можно было бы сдержаться, то, что вам можно было что-то не сказать, либо промолчать. То есть вы это не видите. Почему? Потому что вот эта вот энергия, она действительно здесь идет как-то, знаете, затуманивание вашего рассудка. И вот вы как-то в мгновение что-то скажете, а потом как-то вот как в голове приходит прояснение, да. И вы понимаете, что вы натворили, как, поже мой, как в сказке, в мультике «Красавица и чудовище», да. все разрушил, все поломал, а потом открыл глаза и смотрит вокруг, да, на всю вот эту вот разрушительную животную силу, которая проходила через него, да, и начинает сожалеть. А что теперь? Вот здесь вот этому нужно сказать «нет». То есть вам нужно, нужно как-то научиться управлять этой энергией. здесь очень сильная разрушающая энергия. У вас еще и физической силы очень много. Вы как-то и сами себе вредите. И причем последствия, они вот прям такие очень масштабные ваших разрушений. в том числе и в состоянии страха. То есть вы настолько можете воссоздать свою реальность, да, что вот ваши страхи, они станут реальностью. У вас есть сила, понимаете, очень большая сила вот по этому дьяволу. И вы не умеете ей управлять. Вы ее осознаете, но вы управлять ей не можете. вам нужно с этой силой познакомиться для того, чтобы, понимаете, она не управляла вашим сознанием. Потому что здесь такие моменты бывают, вот я не знаю, как-то агрессии. Ну, например, когда папа начинает играть со своим старшим сыном, ну, играть, это так, знаете, вот борьба бывает иногда, да, папа борется с сыном. Вроде бы начинается как игра, а в какой-то момент теряется контроль того, что это игра, и уже удары начинаются в полную силу. И сын начинает говорить отсюда, папа, мне больно, он, оп, а что, я тебя ударил по-настоящему, да, то есть я, я это не понял. Вот здесь как-то так. То есть вроде бы все начинается как-то с игры, с какой-то шутки, а потом вот как будто бы ваше сознание уходит в сторонку, и что-то такое появляется, вот это вот, не знаю, какая-то вот бессознательная, что ли, ваша сила, которая разрушительна. И когда она отступает, и к вам приходит вот эта ваша разумность, вы начинаете видеть и понимаете, что-то я натворила, и здесь очень такое серьезное. Вот это нужно, с этим нужно разобраться. Да, потому что это вот, видите, десятка мечей, десятка мечей, это приносит вам кучу проблем. И это и физически вас, вы потом чувствуете истощение, да, какое-то физическое, это вас, вас самих это убивает. Почему? Потому что здесь как будто бы какая-то одержимость происходит, в том числе это, например, касается достижения каких-то своих целей, достижения желаний. То есть я настолько хочу это, что если я вот прям до дрожи, да, что если я это не получу, для меня это вот прям очень жизненно важно. И вы на этом пути можете сметать абсолютно все. То есть где-то в каких-то моментах даже можете идти по головам. Но это не вы. Вот что я хочу сказать. То есть вот в этом состоянии это не вы. Это какая-то ваша темная сила. и вам с этой силой нужно познакомиться. Почему? Потому что она водит вас все время в какие-то кризисы. То есть с одной стороны эта сила вам дана. Вот она, видите, кризис это то, что разрушает. То есть если вам нужно что-то разрушить в своей жизни, а такое тоже бывает, да, то есть разрушить, например, какие-то негативные привычки, избавиться от них, разрушить то, что вам уже не идет на пользу, разрушить свою лень, разрушить какие-то свои, не знаю, пороги. Вот тогда эта сила, она классная, она здоровская. Ее нужно направлять, да, то есть там хочу научиться вставать рано, но вот не получается. Вот эту вот силу можете сюда направить, да, то есть она будет вас будить в 5 утра, хотите вы или нет, и вы будете просыпаться до тех пор, пока это не станет каким-то полезным для вас ритуалом, либо практикой какой-то, либо привычкой. То есть вот там, где нужно что-то разрушить, а такое бывает, то есть сила, она, она не всегда, ну вот в данном случае разрушающая, она не всегда негативная, все зависит от того, кто ее применяет и для чего. И вот здесь вот, когда надо что-то действительно в себе побороть, какую-то неуверенность, да, какие-то сомнения, какие-то страхи, эта сила, она будет вам на пользу идти, когда мы преодолеваем то, чего мы боимся. Мы находим себе вот эту вот силу и идем туда, и у нас получается то, что мы хотим, преодолевая вот этот страх, и мы чувствуем наполнение. Вот эта сила, она классная. Это вот какая-то такая животная сила, физическая сила, вот, но с ней нужно, она разрушает, также она может разрушать любые привязанности, когда вот вам необходимо, ну, вы понимаете, что вот я привязался к какому-то человеку, а это уже не есть хорошо, это меня разрушает. Вот эта сила, она поможет вам разрушить контакт с человеком. То есть здесь нужно найти правильное ее применение, а пока она у вас спонтанно включается на какой-то период и уходит, но это как цунами, пришло, разрушило и ушло. А вам нужно этот цунами научиться использовать, во-первых, распознавать его, когда оно будет появляться, то есть есть какие-то признаки, а во-вторых, правильно его использовать, если еще что-то, чему нужно сказать нет. Королева Пендакли, в каком контексте? В контексте королевы мечей. здесь, возможно, знаете, вот какой-то привязанность, я сказала, да, привязанность к материи, либо привязанность, чрезмерная одержимость финансами. Почему? Потому что есть разрушающая сила, которая по пятерке Пендакли говорит о том, что кризис, мне не хватает ресурса, то есть здесь вот какой-то негатив всплывает, вам это нужно разрушить, то есть нужно разрушить то, что мир не изобилен, мне всего не хватает, я нахожусь в дефиците, мне все время надо что-то экономить, на чем-то экономить, вот эти вот моменты, да, либо я отдаю другим, а себе я позабочусь потом. Неумение понимать свою собственную ценность и значимость, то есть это когда ты не понимаешь свою природу, вот вам нужно жить в согласии со своей природой, тогда вот как раз вот эта сила, она будет контролируемая, то есть она не будет проявляться у вас спонтанно, почему? Потому что вы понимаете себя, понимая себя вы будете понимать, что сейчас что-то произойдет и я могу это предотвратить, прежде чем я буду пожинать какие-то последствия потом в негативе. Вам нужно отказаться как-то от привязанности к этой материи через что? Через ментал, через понимание, через анализ, через то, чтобы включать логику, вам постоянно нужно включать логику, почему? Потому что это эмоции, то есть ваш ум он должен управлять вашими эмоциями. еще чему нужно сказать нет. Шестерка жезлов. Понимание того, что ваш путь он ограничен, то есть есть что-то, что вас на вашем пути ограничивает, мешает вам. Вот этому нужно сказать нет. Почему? Потому что по факту по восьмерке мечей вы сами себя вводите вот в эту ментальную какую-то тюрьму, сковываете себя сами цепями, которые не дают вам возможности двигаться. А это цепи, это есть какой-то физический план. Может быть вы себя окружаете людьми, которые опять же таки, которым вы привязываетесь, либо люди, которые вас сдерживают, которые не дают вам свободу, которые не дают вам как-то проявлять себя, которые влияют на на ваше мнение. То есть здесь такое ощущение, что вы находитесь в какой-то ментальной тюрьме. Кто вас в эту ментальную и это не дает вам возможности двигаться дальше к своим победам, к своим вершинам. Кто вас в эту ментальную тюрьму посадил? Вот это ваша энергия огненная по пятерке жезлов. Какая это внутренняя борьба, с чем вы с тем, как вам правильно взаимодействовать с другими людьми. То есть здесь вопрос как раз таки взаимодействия с людьми, он очень актуально встает. Я не помню какого числа у меня будет по-моему в апреле уже, да, будет расклад на тему почему вы не любите людей. Вот у меня такое ощущение, что здесь он будет актуален. не в контексте того, что действительно я как-то их презираю или мне они не нравятся, а здесь в том, что есть какая-то проблема именно в коммуникации с людьми. Почему? Потому что что-то есть внутри вас такое, что вызывает как реакцию агрессию в сторону людей. То есть что-то есть у вас внутри, что нужно вот эту силу как-то проработать. Я не могу понять, то ли вы не принимаете в себе эта сила, она не негативная, она нейтральная и она очень мощная, понимаете? Либо вы, ну это как, например, как лев. Является ли лев сам по себе как животное негативное? Нет. Но у него есть очень такая мощь, огромная сила. Если научишься укращать именно через любовь, как у нас в Аркальне силой, этим львом этой природы, если ты поймешь эту природу, этой силы, то ты можешь ей управлять. Вот ваша задача, как будто бы научиться управлять этой силой. Она не обузданная, вам ее нужно обуздать. Особенно, если вы являетесь практиком, то у вас огромнейший потенциал энергетический, вам нужно научиться управлять. Потому что, если вы не управляете этой силой, она разрушающая и сторону других людей, понимаете? Потому что она должна как-то найти выплеск, выйти из вас. Потому что, если вы ее будете сдерживать, она начинает разрушать вас. И если выбирать, кого разрушать, себя или других, то лучше разрушать других, потому что себя, ну, жалко. Я-то у себя один. Вот в таком контексте. Хорошо, чему важному нужно сказать «да». Обучению. Вот оно и обучение вышло. Обучению именно пониманию, что такое материя, из чего она состоит, как с ней взаимодействовать, как с ней работать. Через короля мечей. То есть, здесь надо логически научиться понимать то, как устроена материя. То есть, управлять своими, управлять материей через свой ментал. С одной стороны, вы будете управлять своими эмоциями, а с другой стороны, вы управляете материей. Вот вам это нужно научиться, этому нужно сказать «да». Это будет для вас огромный шанс, причем перемены на лучшее «ту спиндакли». Управлением как раз-таки не то, чтобы управлять свое бессознательное, а именно усмирить, укротить свое бессознательное, потому что оттуда идет вся эта агрессия. Она возможно идет из прошлой жизни, а вот в этой идут какие-то отголоски. Вот периодически, вот я говорю, ваше сознание уходит в сторону и ваше бессознательное начинает управлять. То есть, вы как будто бы открываете какие-то двери, открываете, либо есть какой-то портал, и оттуда начинает веять. Это знаете, как сквозняк. Вот пока форточку не закроешь, и дверь, будет вот этот сквозняк. И он для вас вредительный. Почему? Потому что вы потом болеете, простудились, вас продуло, вы болеете. Поэтому вам нужно научиться вот с этим бессознательным как-то работать, понимать его. Здесь идут отголоски, что такое из прошлой жизни, я не могу понять. Еще чем важному нужно сказать, изучению. Изучению и пониманию, но это опять-таки видите, ментал, изучению и пониманию дуальности. То есть серафант это тот, который делит мир на добро и зло, на светлое и на темное. То есть вам нужно изучить вот эту дуальность, понять, как она работает, что такое сознание, что такое бессознательное, когда оно имеет на вас влияние. Что вы можете с этим сделать? То есть здесь пришло время действительно проработать какую-то свою силу, которая рождается. Еще раз скажу, эта сила, она не вредоносная. Все зависит от того, как она будет проявляться. И вот здесь ваше сознание, оно должно быть очень сильным, оно должно быть таким, знаете, целостным, зрелым, чтобы укротить ваше бессознательное в контексте чего? В контексте того, чтобы вовремя закрыть дверь, вовремя остановить, вовремя переключиться, чтобы ваше сознание, чтобы разум существовал внутри вас, чтобы не силы через вас как-то управляли и проходили, а чтобы ваша разумность говорила, что нет, ты в подчинении, я тут хозяин, я решаю, а ты подчиняешься, но делать это нужно через укрощение, через смирение вот этой силы, потому что если вы упадете напором, эта сила, она сильнее вас, она вас разрушит, здесь надо через мягкость, через гибкость, через любовь, и вот это вам нужно понять, надо узнать, надо в это погрузиться, поэтому здесь вас иногда останавливают для того, чтобы вы пересмотрели это все, пересмотрели, погрузили свое наследие, вот наследие, кстати, вот я говорю, здесь что-то фонит из прошлых воплощений, с одной стороны, может быть, поизучать, не знаю, своих предков, посмотреть, что идет, у кого было нечто такое аналогичное, с другой стороны, здесь нужно выстроить новую систему ценностей, но эта система ценностей, то есть, что есть хорошо, а что есть плохо, оно идет только тогда, когда вы по этому аэрофанту научитесь, то есть, аэрофант даст вам эти ключи к знанию, к пониманию, как вам жить во внешнем мире, это знание внешнее, это внешние ориентиры, это не внутренние, то есть, вам здесь не нужно внутри себя погружаться, в ваше бессознательное, искать ответы, а нужно включить интеллект, вам необходимо здесь знание. вот такая была и третья позиция, что-то в последнее время очень много в третьей позиции идут каких-то таких моментов, не знаю, перерождение, что-то у вас там происходит, либо на канал стали подписываться больше практиков, почему-то выбирает эту третью позицию, потому что ну вот она стала очень мощная, энергетически очень мощная, как-то вот вы укрепились, что ли, не знали, окрепли в чем-то, вот здесь вот прям сила веет отсюда. На этом все, напоминаю, что в разделе сообщества вышел Блиц на выходные, на вопрос, что происходит сейчас внутри вас и что хочет ваша душа сейчас, если вам интересны эти вопросы, переходите в раздел сообщества, читайте последний анонс, там есть внизу контакты, пишите и оставляйте свои заявки, а я с вами прощаюсь, всего вам самого наилучшего, прекрасных вам выходных, до понедельника, всем пока-пока!